Здравствуйте! Сегодня в программе «Несогласованный вопрос» на ЗАП-ТВ предприниматели Анастасия Шниперова и Антон Чередайко. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть у нас в гостях. Сегодня у вас серьезная задача. Мы хотели бы услышать от вас в первую очередь о том, как предприниматели пострадали, насколько сильно на самом деле пострадали от повышения тарифов ТГК-14. При том, что предприниматели, вы совершенно разных предприятий, насколько я понимаю, разных частных предприятий, разных организаций. Вы владелица спортивного клуба, Антон ювелирный мастерской. Да. Когда вам повысили тарифы? Ну, я скажу, что нам считать стали по-другому. Нам раньше считали по счетчику, там был тариф один. Сейчас нам считают по каким-то средним показателям, причем эту формулу километровую я даже посчитать не могу, в принципе. Могу для сравнения просто показать. Если, например, в октябре 2015 года наши начисления составили 6061 рубль. Это за нижний этаж жилого дома, правильно я понимаю? Да, да. То есть где спортклуб наш находится. То, получается, в октябре 2016 года мне пишут, что моя задолженность составила 69451 рубль. То есть было 6? Было 6, стало 69. Это за один месяц? Ну, да, за один месяц. Более чем 10 раз? Да. Антон, у вас какая ситуация? То же самое, так же, только у нас почему-то повысилось раньше, еще с 1 января. И никто об этом не предупредил. Они провели судебное заседание без нас и присудили сумму. Ну, мы это обжаловали. Был суд. Судились, судились, но все равно все оставили так же. Последний суд решил, что мы должны платить именно по среднему, а не по счетчикам. Сколько у вас была сумма оплаты? Ну, у нас было, так как у нас отопления нету и есть перетоки в помещении, эти перетоки оплачивались по 500 рублей в месяц. Перетоки мы как бы не сами их установили, а согласно ТГК… 500 рублей в месяц за все помещение? Ну, помещение небольшое. И согласно ТГК, они присутствовали при демонтаже отопления как такового. То есть мы платили просто за трубу, которая проходит сквозь помещение. Они были в курсе, они это знали, есть бумаги о том, что они это знают. Но за этот период они насчитали сумму, что получается, что мы думали, что мы платим по 500 рублей, и по бумажке все нормально, и никаких проблем. А в итоге приходит бумага из суда, что мы должны им еще 30 тысяч за отопление. Вы общаетесь со своими коллегами по цеху, с другими предпринимателями. Какая ситуация у других? Ну вот у меня есть знакомый тоже предприниматель, у нее салон красоты. Она была в шоке не от того даже. Она была в шоке, что 18 числа только дали отопление, и вот такой счет представили. Она говорит, я вообще не поняла, что происходит. Ну, как бы мы не одни такие, я бы вообще призвала всех просто откликнуться и встать в конце концов на свою защиту. Мы с этим вопросом пошли к уполномоченному по защите прав предпринимателей. Викторию Бессоновой. Ну, там написано уполномоченный, мы зашли. Я, значит, помогите, пожалуйста, вы же должны нас защищать. Они говорят, ну, знаете, мы помочь в этом отношении вам не можем, потому что ТГК-14 это не государственная компания. Если бы вас обидел, например, какой-то муниципальный, муниципальное какое-то учреждение или государственное какое-то там, Роспотребнадзор, вот мы с ними боремся. Я говорю, у меня ТГК-14 обсчитывают. Нет, мы вам не можем помочь, вот, ну, никак. Интересно, кому-нибудь вообще они могут помочь? Ну, не знаю. Вот, с Роспотребнадзором они борются. Ага, какой части? Или это чисто декоративная фингтона у нас такая? Ну, скорее всего, так, потому что куда бы ни обращались, и жилищная инспекция вроде как, и государственная организация, но, по крайней мере, у нас в суде никакие бумаги от жилищной инспекции не были приняты. А вы читали про, может быть, видели новости, да, читали о коммунальном сговоре в республике Коми, который распространялся не только на Коми, там еще 16 регионов, где как раз похожий на наш такой коммунальный скандал выявили. Но там должностные лица как раз привлечены, привлечены уже к уголовной ответственности, что будет в Забайкале трудно сказать. Но по симптомам очень похоже. Похоже, но... Ну, вот я смотрела передачу, да, где Пазников говорил, что им не хватает денег на уголь. Да, да. Ну, я, если честно, улыбалась, потому что, ну, так как шикует ТК-14, то что они делают? Ну, извините, ребята. Как вы имеете в виду? Ну, например, там какие-то они там в каком-то доме детскую площадку установили, какие-то свои там всякие тимбилдинги проводят. Я знаю, что это немаленьких денег стоит. Ну, потом еще заработные платы, да? Заработные платы у них очень хорошие. И еще я хотела рассказать, как мы носим показания туда. Это вообще отдельный вопрос. Сейчас меня... Хочу, чтобы услышали все, кто сидит в этой очереди. Мы несем показания своих счетчиков тепла и горячего водоснабжения в специальных журнальчиках туда. Там сидят несколько девушек. Красиво. Ну, да, такие все, да. Мы сидим в очереди. Огромная очередь. Там принимают с 23 по 28, по-моему, или 26. Только эти дни. Мы должны успеть сдать показания, иначе нам насчитают там. Мы идем туда, сидим в очереди. Час, два, обед. Причем у них еще перерывы есть. Они с кружечками уходят. Потом с кружечками приходят. Мы сидим, ждем, ждем. Раньше это было вообще интересно. Сначала в одну заходишь, в один кабинет. Там что-то считают. Идите туда. Выходишь из здания, с другой стороны обходишь. Посчитали. Идите туда, обратно. Обратно идешь, там стоишь в очереди, опять, чтобы тебе выдали счет на оплату, пожалуйста. Это все для того, чтобы оплатить? Чтобы оплатить. То есть вы настойчиво предлагаете ТГК свои деньги? Они еще не очень... Пожалуйста, возьмите с меня деньги. Сколько у меня там нагорело? Я сижу в очереди целый день. А тут я в этот раз не стала просто сидеть. Там есть товарищи. Те же их сотрудники, которые предлагают эти услуги за определенную сумму. То есть не надо в очереди сидеть, пожалуйста. Фирмы есть такие. Вот такие стопы сервисы существуют, да? Существуют. Он тоже принадлежит ТГК-14. Ну, я не знаю, чего. Наверное, как-то они связаны между собой. Они же как-то могут обойти в очереди и оплатить. А у нас еще проще. У нас просто мне звонят и говорят суммы. То есть до того времени, пока у меня не было демонтировано отопительные приборы, я платил за отопление где-то 4-5 тысяч. И звонила инспектор и называла сумму раз в месяц. И суммы всегда были разные. Ну, и как-то один раз позвонили, сказали, что 6 тысяч. Я говорю, ну, всегда было там 3-4, ну, максимум 5, а тут вдруг 6. Может быть, что-то понадобилось? Какому-то конкретному лету из ТГК в этот месяц чего-то не хватало? Нет, там такой торг по телефону состоял. То есть она назвала сумму 6, а в итоге мы сторговались на 4. То есть это возможно, да? Да. И после этого я пошел, написал заявление, что мне нужно демонтировать отопление, так как я не понимаю вот этот принцип подсчета отопления. Вы также, как и другие предприниматели, вносите платежи, авансируете, то есть собственные платежи, вносите их вперед? Да, у нас подоговоры вперед, конечно, надо было платить. И на это еще пени накручивалось. То есть я должна заплатить вперед, и если я не плачу вперед, у меня пени. Я сказала, ребята, начисляйте мне пени. Я не буду платить вперед, потому что я буду платить за то, сколько я фактически потребила. Вообще так и должно быть по закону, да? За оказанную услугу. Мы должны оплачивать оказанную услугу. Я понимаю, что им уголь не на что покупать, но я здесь при чем? Ну, если в других регионах устанавливаются счетчики вполне законно, и там есть на что покупать уголь при наличии счетчиков, то почему у нас не так? Почему у нас счетчики такие, которые считают минус для ТГК? Это нереально. Счетчик вполне законно продается, вполне законно устанавливается. И вот, как на примере Анастасии, он законно установлен, и она оплачивала несколько лет по этому счетчику. А теперь мы ими, и мы его наличием. То есть нет ни одной бумаги не предоставлено, что счетчик незаконно установлен. Сегодня в программе «Несогласованный вопрос на ЗАП-ТВ» были предприниматели Анастасия Шниперова и Антон Чередайко, пострадавший от произвола ТГК-14.